Безусловно, это как раз тот обычай, который нужно забыть. И это должно стать преступлением. Хвала Аллаху, что даже Кадыров это понял и запретил эту практику. Я думаю, что кавказцы в будущем знают арабами, рэпбизируются. Многие кавказцы забывают язык, культуру, традиции и меняют их на арабские атрибуты. Что скажешь касаемо русификации и арабизации? Скажу, что надуманная проблема. Боюсь, что арабизация нам не угрожает абсолютно. Боюсь, я сказал в кавычках. Русификация это гораздо большая проблема. Вот где у нас реально есть проблема. То, что у нас все вузы, школы. Вообще, в принципе, вся жизнь документа оборот. Все-все-все у нас на русском языке происходит. И это, конечно же, оттесняет чеченский язык. Плюс огромное количество людей, находящихся за пределами республики. Далеко не в арабских странах, заметь. Чтобы нам угрожала арабизация. А в европейских, западных странах. Поэтому у нас есть проблема с тем, что мы теряем язык. У нас один из вымирающих языков сегодня. Что у нас, возможно, будут проблемы с нашими обычаями, традициями. Что они тоже могут быть утеряны. Но, веншала, этого, конечно, не произойдет. Но, в целом, эта угроза есть. И она идет не со стороны арабов. Как раз вот арабах нам сейчас волноваться и не нужно. У нас нет никаких проблем с арабизацией. У нас проблема совершенно в другом, в другую сторону. У нас один из вымирающих языков. Посмотрите сегодня. Людей, говорящих на чисто чеченском языке, в своем разговоре, не использующих русские слова, их очень мало. И это большая беда наша. У нас нет ни одного журнала, который был бы там чисто на чеченском языке. Ни одного телевидения. Ничего. Единственное, марш радио есть, которая спонсируется американским конгрессом. Представьте себе. Американский конгресс у нас сохраняет чеченский язык. Там чисто на чеченском языке идет вещание. Все. Ни в России, ни в самой Чечне, там представители Кадырова абсолютно не озабочены вопросом сохранения нашего языка, культуры. Есть отдельные ребята, им огромный респект, которые занимаются этим. У них там всякие свои площадки, инстаграм-аккаунты. Они набирают молодежь, обучают чеченскому языку. И это очень хорошо, что хотя бы они этим занимаются. Но это больше такая волонтерская история. Ну и плюс бизнес-история, когда люди на этом зарабатывают. Но какой-то государственной программы сохранения языка, культуры, этого ничего подобного не происходит. Если кто-то возразит, скажет, что нет, вот культура, там есть у нас танцевальные эти, это не культура. То, что они там танцуют, выступают, вот как раз этого нами не нужно было. Вот это можно было бы вообще потерять, забыть. И никто бы не сожалел по этому поводу. Это были единичные случаи, если даже у нас бывали такие случаи, то это не было для нас нормой, если Чеченка выйдет за русского. Мы не говорили о том, чтобы Чеченка вышла там. Говорил жениться на... Мы не женились на русских. Подразумевалось жениться на русских девушках. По крайней мере, я это так понял. Надеюсь, что он тоже имел в виду это. И подобные вещи у нас происходили. И в целом их было немало. Я согласен с тем, что это не являлось никогда нормой, не является и сейчас. Но подобное происходило. Если он скажет, что... Допустим, если мы скажем, что браков с арабами больше, чем браков с русскими, то это будет наглая ложь. Это будет неправда. Конечно, нет подобного. Да, в принципе, это вообще сейчас искусственное нагнетание абсолютно несуществующей проблемы. Говорить там про арабизацию, про угрозу арабов. О чем вы говорите? Сколько у нас в республике людей, говорящих на арабском языке, пишущих, понимающих арабский язык, людей, которые могут письмо написать на арабском языке? Я не говорю о каком-то документе обороте. Я не говорю о преподавании на арабском языке. Вы о чем говорите? У нас на вес золота. Люди, которые реально хорошо владеют арабским языком, это они на вес золота. Наоборот, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы их у нас было больше. О чем вы говорите? Если бы вы могли показать конкретные примеры, допустим, сказать, вот у нас есть там, скажем, село или район, который перешел там на арабские традиции, или вы могли бы назвать какое-то количество людей. Но вы же понимаете, что вы просто из пальца это все высасываете. Я примерно понимаю даже, с какой стороны идут эти разговоры. Это, видимо, люди, которые настроены против ислама. Они пытаются выдать религиозность людей, чеченцев. Они пытаются выдать это за якобы арабское влияние, арабизацию. Поэтому проблема наша в том, что мы до сих пор пишем кириллицей. Даже те, кто находятся в относительной свободе, могут сами себя переключить на латиницу, все равно продолжают пользоваться кириллицей. Проблема наша в том, что мы в своих разговорах, когда мы говорим на чеченском языке, мы не пытаемся сами себя поправлять. Там, где мы используем русские слова, допустим, пытаться их не использовать, то есть менять их на чеченские слова, там, где мы можем. То есть вот где, мы должны сами над собой работать. Я не знаю ни одного примера чеченца, который бы сказал, что нам нужно уходить от наших обычаев, переходить на арабский. Я ни одного такого не знаю. Ни какого-то публичного, ни непубличного. Наоборот, публичные люди открыто говорят о том, что мы должны сохранить свой язык, свою культуру, свои обычаи. Все наши проповеди, дава, которые идут на чеченскую аудиторию, идут на чеченском языке, ни на арабском. Нет ни одного более-менее известного, призывающего из любых там групп, даже противостоящих друг другу, из крайне правых и крайне левых, нет ни одного, кто агитировал бы за оставление чеченцами своего языка, своей культуры и традиций. Той части этих традиций и обычаев, которые, разумеется, не противоречит шариату. Конечно, если мы будем говорить про кражу невест, допустим, если кто-то будет за то, чтобы это сохранялось и практиковалось, безусловно, это как раз тот обычай, который нужно забыть. И это должно стать преступлением. Хвала Аллаху, что даже Кадыров это понял и запретил эту практику. В остальном я понимаю, что это абсолютно надуманное проблема. То, что, когда чеченцы женятся на русском, то дети считают себя чеченцами. Они являются чеченцами? Что значит считают? Они и есть чеченцы. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok